И всем приветствую Александр Набасов, в данном видеоролике сегодня я буду рассказывать вам о своих наушниках, в которых я играю, которыми я пользуюсь, слушаю музыку и так далее. Короче, у меня есть 5 видов наушников, которые я использую, именно 5 видов, а не 5 наушников одинаково. У меня именно 5 видов, первый из которых это будут игровые наушники, они для турниров я их использую, в общем тут нет микрофона, так как я когда играю в турнирах, я не пользуюсь микрофоном, так что здесь это не нужно. Звук здесь хороший, здесь все хорошо делается, здесь такая есть как у дорогих наушников, ну хотя стоят они всего там, по-моему, тысяч 10 они стоят, а не как там Сибирия, например, которая 25 стоит. Эти наушники стоят 10, ну да, этот 10. Мне они нравятся тем, что они хорошие, в них можно регулировать звук прямо здесь, здесь можно открыть, настроить эту штуку, здесь эту штуку убрать, поставить новые, там не знаю, постирать их. Эта штука тоже заменимая, если здесь вот так вот, я не знаю как вам показать даже, если здесь вот так вот эту штуку оторвать, то можно ее тоже там, не знаю, постирать, если она грязная и все такое. Эти штуки несъемные, они пластмассовые, здесь ничего железного нет, это просто пластмасса. Я их использую вот так вот, просто, чтобы отдел и чтобы нормально все было слышно, каждый шаг игрока, например, каждый выстрел слышно, то есть если играют. То есть они, они Bluetooth, они не, они не проводные, они именно Bluetooth, они используются, чтобы играть в Bluetooth. Итак, дальше, смотрите, следующие наушники, это другие, это тоже другие наушники, это уже для прослушивания музыки и для монтажа, я иногда использую их, именно чтобы делать монтаж. Такие наушники, сейчас, наверное, не будут трогать, потому что они, завязал, ладно. То есть обычные наушники стоят примерно где-то тысяч пять, шесть, может, сейчас я не знаю, как они стоят. И, то есть они хорошие, они для монтажа, они нормальные, там слышно, что ты монтируешь, что это каждый шум слышен, всякое это. И для музыки тоже идут. Они похожи с теми наушниками, которые похожи у следующих. Следующие наушники, это вот такие, это тоже нормальные наушники для прослушивания музыки, для монтажа. Для монтажа, конечно, они не очень идут, так как в этих наушниках не слышны шумы, которые слышны в этих наушниках. То есть они вообще не одинаковые, вот полностью они одинаковые, только они различаются тем, что вот эти вот лучше, а эти не лучше. Эти новее, эти старее по годам выпуска, в общем, как-то так. Они оба проводные, у них есть, сейчас я покажу, у них есть, получается, вот такие вот кабели, то есть они не USB, они все кабели, вот они кабели эти. Все, в общем, я о них рассказал. Но это тупо для монтажа и для послушивания музыки, то есть с ними не поиграешь в этих наушниках. И теперь я перехожу к наушникам для стримов. Эти наушники для стримов. Я их надеваю вот так вот. И, то есть вы знаете по всем моим видеороликам, но сейчас уже новые видеоролики я буду снимать с другими наушниками, пятыми. А эти наушники сделаны для того, чтобы я их раньше использовал для стримов. То есть я снимал какие-то видеоролики, снимал стримы и вот так вот вы меня видели, смотрели, то есть вот так вот с микрофоном играл. Эти наушники с микрофоном, да, они немного уже старые, так как я в них снимаю, по-моему, с 2015 года я в них играю. Они пластмассовые, в них ничего нету, в них хороший микрофон, то есть можно озвучить мультики, можно монтировать тоже видео, можно все делать. В общем, я их использовал для всего, все, что можно. Я в них и озвучил мультик. Я в них и вел все стримы, которые были на канале. Я в них и много чего делал, в них слушал музыку, играл тоже. Очень хорошие наушники, они маленькие, то есть если их одевать, то они маленькие, они просто так вот одел, то есть не полностью, не полностью они на ушах. Они, то есть сразу снимаются, вот такие вот маленькие штучки. Это кожа, это натуральная кожа, ребят, это, ну, остальное это пластик, это тоже кожа. Внутри, внутри, внутри у них, если во всех этих не было ничего внутри, то есть здесь биоголовник, тут у них тоже кожаные они, и они сделаны так, потому что там что-то мягкое, то есть мягкое все сидит. Микрофон такой вот, здесь вот можно послушать, здесь можно настроить, есть такая штучка, если в прошлых наушниках они работают не от USB, они работают от кабеля, и там настройка звука только по компьютеру. Здесь он USB, он USB, сейчас покажу, вот он USB, этот кабель, это лоджикер, не стоит тоже 5 тысячи. Короче, в них есть такая фигня, ну, как во всех наушниках, которые USB, есть такая фигня со звуком, здесь вы можете настроить звук, так же есть кнопка баса, там, по-моему, три, три кнопки, то есть она работает или нет баса, или есть бас, или супер бас, то есть вы можете настроить, например, если вы слушаете музыку, где нужен бас, вы включаете этот бас, и все. Я это использовал обычно для игр, например, когда я играл в хорроры, в тот же Outlast, когда я играл, например, в последний раз я в них играл, когда я проходил Overkill, The Walking Dead, а потом я уже перешел на другие новые наушники. В них хорошо играть в хорроры, смотреть фильмы всякие, выбирать в игры, вот и все. А так я в них озвучил мультики, то есть вот так вот. Вот и все, ребята, вот так вот, я закончил. И еще, еще кое-что я хотел вам сказать. Вы, наверное, сейчас будете спрашивать, какие мои самые любимые, самые нормальные, которые я пользуюсь. Самые нормальные – это вот эти. Самые любимые – это вот эти, потому что я их использую для игр в турнирах. Тогда, когда я не снимаю видеоролики, а играю в турнирах против двух команд, то есть 5 на 5, например, в CSGO, Dota, так и чем-то еще. То есть я беру эти, потому что в них хорошо слышно игроков, не то, что в этих, не то, что в этих, которые я до этого показывал. То есть эти хорошие реальные наушники, я советую. Они похожи на Сибири 800, только у них цвет такой, и это не Сибири, это другая фирма. Вот и все. Ребята, все за просмотр, все на Александр Набасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Набасов. И что-то внутри под видео, и всем удачи, и всем пока. Продолжение следует...